Добрый день, коллеги, участники вебинаров. Как меня слышно? Можете написать, если не слышно, плохо слышно. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, операторы туркомпании, которые вебинары, которые сегодня важны, не только для нас, а в целом турбизнесы, которые участвуют в Казахстане и в России. Во-первых, хочу поблагодарить площадку ProfiTravel, наших коллег, которые организовывают такие вебинары. Во-вторых, тех спикеров, которые сегодня будут выступать на этой площадке. Тема вы, наверное, знаете, у нас программа уже до этого была опубликована. Регион, который я представляю, это в народе называют джиржианаты житсу, что в переводе казахска означает «благодатный край семеречия». Алматинский полос обладает аттрактивным туристским потенциалом, позволяющим развитие практически все виды туризма. Конкурентное преимущество житсуского края заключается в богатом культуре, наличии живописных дикой природы и возможностью заниматься практически всеми видами туризма. Именно у нас в области расположен Чарынский каньон, который поражает воображение не только своими ландшафтами и разнообразием, но и многообразием флоры и пауны. Там же у нас расположены Великого Ясневого Роща, пережившая эпоху оледенения. Один из красивейших вершин и самый северный, семитысячник мира, пик Хантенгри, который тоже вы знаете наверняка, также расположен в области. Ущелье Хора находится один из самых больших водопадов в Средней Азии Бурхан-Булак высотой 112 метров. Одним из уникальных мест, не имеющих аналогов, является Кульсайские озера и озеро Каэнгри, которое образовано на диктоническом разломе земной коры. Главная особенность озера Каэнгри – это строение ели, поднимающее прямо из воды. Озеро пользуется успехом не только у нас в Казахстане, но и за рубежом переезжает. Если в нашей стране насчитывается 12 национальных парков, то из них 5 находятся только в Аматинской области. Это, как вам известны, Илья Алтавский национальный парк, Кульсайские озера, Чарынский каньон. Также один из крупнейших считается это парк Алтамимей, в общей площадь более 300 тысяч гектаров, где естественной среде можно увидеть Джейрамов, Архаров, Уланов, Лошадей Приживальского. Здесь же находится уникальное творение природы, поющий бархан, горы Ахтау, Минекрополь, Саксской, кочевой элитой времен 8 века до нашей эры, Мишатыр. Об этом свидетельствуют многочисленные сакские курганы, настральные рисунки и древние городища Талхиц. Карамерген, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Музей Золотого Человека, место проведения легендарных накайских и облакских сражений. В Алматинске можно говорить, что это родина Батыров, поэтому ярким брендом области может стать этнографический туризм. Этнографический туризм в Талгарском и в Карасарском у нас действует три этноугла. Этнаула – это Мамат, Гунны и Аблайхан, представляющие богатейшую историю быти, культуры и традиции казахского народа. Что значит этнографический туризм? Этнаула – это национальный игрок очевников, представление наших древних обрядов и убранства, шедевров, качевой цивилизации казахских юрт. В целом у нас с 17 по 19 апреля планируется международная выставка кейтов, как вы знаете, и там у нас будет семинар отдельный по этнографическому туризму, по агротуризму. Можете туда прийти, у нас будут участвовать там три спикера из трех этноугла. К примеру, исходя из традиций казахов, у него такой глубокий философский смысл имеет обряд тусовки сер, разрезание путь, организование, когда ребенок начинает ходить. Этуал обозначает открытие жизненных путей, совмещенность с благоложением взрослых, обжел, светлый путь. Особо интересно может представлять агротуризм. Также у нас в регионе мы буквально с прошлого года начали поддержку именно тех аграрий, которые хотят принимать туристов. Мы подписали меморам 16 христианскими хозяйствами, которые в разных направлениях работают по животноводству, по земледелию и есть внутри даже пчеловодство. Как раз таки, если вот сейчас идет лето, предлагаем как раз пути в Алаколь, в сторону Сарканда, как раз таки эти агротуристы, аграрные, так скажем, зоны находятся в этой части, в Курганской части. Особый интерес может представлять агротуризм, доля которого во внутреннем визуном потоки начали расти. Продательница всех яблок, яблон Сиверс, сохранилась в предгорьях Житсу, в Джунгарских Алактал, это национальный парк в Алактал. 4 марта мы проводим первый, второй фестиваль в этом году, международный, можно сказать, потому что приезжать не только с Казахстана, а уже из-за рубежа приезжать. Будет на самом возле территории Джунгарских Алактал парка 4 марта, 4 мая планируем провести данный фестиваль. Сегодня даже при поддержке Акимовой области уже мы возрождаем прямого потомка знаменитого Алматинского отхода. У нас в сторону Джаркента есть 5 гектаров, если не ошибаюсь, а портовые сады. Как вы видите здесь на слайдах. Последние годы большой интерес для туриста, представляют курортную зону озера Алаколь, на котором уже действует 214 пансионатов, гостиницы, зону отдыха, базу отдыха на берегу. Это практически те туркомпании, которые говорят, что в летнем сезоне там мест нет. Потому что я могу сказать по факту, но согласно статистике, более 40% колька мест находится именно на поближе Алаколь. Это около 10 тысяч из 25 тысяч колька мест. В соответствии, в советское время лечебные свойства озера использовалось как одним из этапов медицинской реабилитации летчиков-космонавтов после объединенных полетов в космос. В прошлом году также космонавты приезжали в Алаколь, принимали процедуры на неделю. Кроме этого, в нами проводятся крупные событийные мероприятия, как вы на слайдах видите, которые объединяют тысячи туристов как внутренне, так и зарубежно. Это только Азан, как-то есть на национальной кухне, фестиваль национальной кухни казахов, марафон Великой степи, гранд фонд Казахстан. И один из этапов, это все проходит у нас в Алматинской области. И первые, наверное, в Алматинской области, так скажем, проводим фестиваль крупнейший, Азия Берн. Это будет везде Бартугай, это в августе запланировано. Очень хорошая, большая мероприятие. Можете погуглить в интернете, посмотреть, что за мероприятие, что за фестиваль. Также в сети Неброна и Сибирса, тоже, которое я сказал, будет 4 мая, субботу. И крылья Лакуля, которые уже пройдет сейчас, планируется в апреле в Лакуле. Но на наблюдение за птицами. Этнокультурный кочевников, международный фестиваль, фестиваль Акун-Поль, сплавы разные, рафтинги у нас проводятся. Также, как сказано, восхождение на птих хантенгри, также организовываются с нами. В принципе, у меня все коротко об ознакомлении в области. Если будут какие-то вопросы, я сейчас в чате посмотрю, могу ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Все хорошо. Добрый день, коллеги. Добрый день, туроператоры, турагенты, кто нас слушает. Компания «Комплексервис», я представляю международную компанию. Мы принимаем туристов и отправляем также. Ну вот, очень приятно, что я вот по фамилии даже смотрю, некоторые операторы и слушают ее уже второй раз, когда проходит этот вебинар. Значит, вот мы сейчас Аркау Шантаева прослушали. Это те непосредственно объекты, которые находятся в Алматинской области. Значит, я расскажу тогда о турах, чтобы это было уже более интересно. Сейчас мы включим презентацию нашу. Значит, ну, как вы видите на этом слайде, слайде, вернее, идет информация о нашей компании. Мы в этом году, кстати, у нас 26 марта было 20 лет нашей компании. И многие за рубежом партнеры знают нас. Значит, мы являемся непосредственно... Я же должна читать. А мы... Извините, пожалуйста, за... Ну, значит, я сейчас вот уже покажу, значит, чтобы вы видели. Это вот непосредственно наше буклетик идет уже, презентация, значит. Значит, это вот в офисе мы. И теперь немножко о нашей компании. Буквально несколько слов я скажу. Значит, вот, как вы видите, я вот немного повторюсь. Значит, в этом году 20 лет компании было. Мы являемся членом туристской стации. И буквально вот в прошлом году, зимой, нам присвоена золотая награда, лучший туроператор по Алматинской области, по жидному и внутреннему туризму. И также уже в этом году тоже была презентация Эворд, где нам присвоен везлом лучшая туристская компания. Значит, что касается услуг, я думаю, что те организации, которые вот сейчас в вебинаре участвуют, вы видите, что мы занимаемся и групповыми, и индивидуальными турами, статусивный туризм, спортивный туризм. Что значит спортивный туризм, я вам расскажу. То есть это все олимпийские игры, это универсиады, то есть все, что связано с спортом, мы отправляем, формируем группы. И по некоторым олимпиадам наша компания является официальным туроператором. Вот в этом году буквально скоро уже летом будет проходить универсиада в Наполе, значит, и мы тоже являемся официальным туроператором. Ну, что касается внутреннего туризма и въездного туризма, я думаю, что такое направление, как Аллахоль, очень большой спрос имеет по российских туроператоров и турагентов. Мы в этом году увеличили, значит, в аренду мы взяли, если в прошлом году у нас был один вагон, то в этом году у нас три вагона по направлению Аллахоль, 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 По детско-юношескому туризму одно из таких интересных и нужных направлений, которые тоже нужно развивать как с двумя странами, это вот детско-юношеский туризм. Мы принимаем школьников, как в Астане, так и в Алмате, у нас в Астане есть бранч-офис, в Алмате, и по детскому туризму мы организовываем детские поезда Алмата-Астана, вернее Нур-Султан, извините себе, на сегодняшний день, из Южного Казахстана в Нур-Султан, из Западного Казахстана, также мы принимаем еще школьников из России, это город Омск, Кемерово, Новотибирск, то есть период летних, зимних, осенних каникул. Ну, чтобы понимали по, скажем, детскому туризму, есть очень хорошая возможность принимать российских школьников, скажем, зимой это нужно в Казахстане, в Шенкен, в Туркестан. Если это весенние каникулы, то тоже можно организовать такие туры, как в Алмату, в Шенкен, в Туркестан. Значит, но по организации бизнес-поездок уже все знают, я думаю, это вам не очень интересно. Давайте мы сразу перейдем, наверное, к турам. Значит, вот у нас есть горячие источники непосредственно далеко от Алматы, 200 километров. Значит, на горячих источниках это город Чунжа, где есть масса отдыха, и мы можем совмещать обслуживание, предоставлять как в Алмате, так и на горячих источниках. Значит, ну вот Аркау уже сказал, что в Алматинской области находится 5 национальных парков, и мы как патриоты своей страны, конечно же, мы обязательно делаем такие туры. Это тур непосредственно по трем национальным паркам, как вы видите, Чарын или Алатау и Ауцинемей. Чтобы можно было понимать, скажем так, в километраже, то есть вот за 7 дней порядка пересекается, мы преодолеваем порядка около 600 километров. Фото-тур на верблюжу ферму, на Большое Алматинское озеро. Ну, что касается уже непосредственно вот только по Алматинской области, вот сбор яблок фестиваля, это Apple Fest и яблоко северца. Значит, потом идет этнографический тур с посещением казахского ваула Буны. Мы очень хорошо с ними работаем, я всем рекомендую туда попасть. И хочу сказать, что у иностранных гостей конечно же, ну как приехать в Казахстан и не посмотреть, скажем, быт казахского народа, как это раньше было. Поэтому мы обязательно посещаем казахский аул. Одно из таких интересных направлений, думаю, для российского потребителя, это, конечно, рыбалка на реке Иль, на озере Балкаш, на озере Алакон. Экстрим туры на джипах по степям и по высокобою, ну и развлекательной культуры Тула, тур Алматы, Копчегай, ну не Астанаськи, но Нортулкан, Боровой. Значит, для фото туристов, я уверена, будет очень интересно, будет орнитологический тур, это на Копчегайское водохранилище, парк Алтыны-Мель, на озеро Тургула, Кургаджинский заповедник. Что касается Кургаджинского заповедника, то есть это северная часть Азахстана, буквально находится он в 200 километрах от города Нур-Султана, и там каждый год в сентябре месяц появится розовый фламинго. Далее, ну теперь вот уже касается по туру, на сегодняшний день пользуется большим спросом такой тур, как Алмата-Астана, то есть Нур-Султан, мы не успели еще сделать изменения презентации, значит, то есть это шестидневный тур, три дня в Алматы, три дня в Нур-Султане, и хочу сказать, то есть на сегодняшний день, как по такому туру много приезжают туристов из Китая, из Индии, и пользуются спросом из Европы. И вот буквально в преддверии скажем того, что у нас будет проходить в Казахстане, в городе Нур-Султан, 29 июня, концерт Димаша, мы сделали специальный такой тур, можно сделать только четыре дня Астана, либо можно сделать комбитур, совместить Алмату и Нур-Султан. Вот наш тур, который я вам говорила по четырем паркам, то есть это Чарынский каньон, непосредственно там мы посещаем и до реки Чарын Большой, или Алтауский парк, вот я показываю стрелочкой, это вот Алтын-Эмиль и тоже Илья-Латауский парк. Интересный очень тут. Ну, теперь перейдем к Туру Великий Шелковый путь. Я думаю, что это тоже очень интересный и уверена, что это интересный маршрут, такой исторический маршрут, он идет, можно его сделать как на поезде, так и на автомобиле, на джипах, значит, это вот, как вы видите, непосредственно Мавзолей Ахмета Ясайли. Вот это идут уже активные туры, значит, сплавы по Чарыне, они слышат вас даже, туры по сплав по Чарыну идет, здесь вот пешие вы видите, порнолыжный кластер у нас очень хорошо в этом году государством поддержим и вы, наверное, знаете, можете посмотреть, очень хорошие есть база отдыха, отель, лесная сказка, и в этом году они выпустили очень хороший бобиль. И, как вы видите, слайд, вот я стрелочкой показываю, джип тур на три каньера. Ну, вот видите, то, что касается событий в Казахстане, которые проходят, значит, мы, вот, самый интересный такой, это осенний фестиваль, сбор яблок и фестиваль Эпл-цепл. Ну, по отелям, я уверена, все знают, это можно и в букинге посмотреть, в букинге посмотреть, очень много у нас как в Алма-Ате, так и в Нур-Султане брендовых отелей, вы видите, Риксер, Мариот, Роял, Кули представлены, Кимпинский в Алма-Ате скоро заканчивается строительство, ну, и, конечно же, для более экономичного проживания это вот хостелы и гостиницы, вот турист есть такая у нас гостиница в Нур-Султане, в Алма-Ате тоже много трех достаточно отелей. Наша компания также оказывает услуги по предоставлению трансферов, автобусов, значит, транспортных услуг. В своем собственном парке мы имеем один микроавтобус 18-местный, мини-вэны 9-11-местный, Сунзай и Хай, и машины представительского класса. Ну, вот здесь еще из культурных мероприятий, как вы видите, периодически к нам приезжает, очень интересный, вот Сыр Дюселей был позапрошен году, в этом году вот у нас тоже будет еще выставка из Сианя, приезд, концерт Димаша, ну и самое интересное такое мероприятие, это как Наур-С с 22 по 25 мая. Значит, что касается, хочу сказать, о Jeep Tour, нашей компании был разработан и полностью обкатан Jeep Tour, это тоже в национальный парк, в ущелье Шогансай и Баянкоу. Значит, вы знаете, вот наши ребята, когда ездили, тур, кстати, по километражу уходит где-то около 400 километров. Значит, вы попадаете на Джаляу, совершенно детственная природа, и в юрте, где вас будут встречать жители местные, угощать национальными блюдами, напитками, такие как кумыс, шубак. И вот, что касается уже именно этого тура, он идет у нас двухдневный, то есть с одной ночевой непосредственно. Ну, можно, в принципе, на один день, но это будет очень знамительно. Поэтому, вообще, что касается Jeep Tour, это удобно делать, чтобы это была ночевка, как минимум одна, как максимум две-три ночевки. Ну, по Jeep Tour, я думаю, очень хорошо вам расскажет компания Adimut, я смотрю, вот, они представлены сегодня тоже на вебинаре, у них очень интересный Jeep Tour есть, Аркао рассказывал про водопад в Бурхан, вот они туда тоже организовывают. Ну, и есть еще у нас такие Jeep Tour, как на Три каньона, есть в Ахсайском ущелье, есть по Алтын-Эмель, национальному парку. И хочу сказать, и вам анонсировать, что вот на протяжении уже трех лет вместе, совместно с казахтуризмом проводится экспедиция, называется «Легенда Юга», где мы проходим тур, такой идет, он начинается из Алматы, по Алматинской области, и мы попадаем лишь на казахстанскую область. Это большая экспедиция, она проходит порядка где-то около семи дней, и вот что касается прошлого года, в этой экспедиции на джипах участвовало порядка около 150 джип. Поэтому я думаю, что вам будет интересно, если кому-то интересны наши маршруты, конечно, мы показали здесь не все маршруты, пользуются спросом у нас в основном 3-4, максимум 5-6 джипа маршруты, еще раз хочу сказать, что можно совмещать как Казахстан, как и Таргестан, то есть мы Таргестан от города Алматы находится 180 километров. Если будут вопросы, я готова ответить. Спасибо большое, коллеги. Да, Науры в мае, извините, в марте 22 марта по 25 марта проходит Науры. В южном Казахстане он проходит очень пиерично, прямо караваны, верблюды, все так, очень интересно. Если кому-то этот маршрут нужен, пожалуйста, напишите, мы отправим вам видео по Наурызу прямо, как проходит непосредственно в Алма-Ате, вообще в Казахстане и в южном у нас и в южном Казахстане. Если есть вопросы, можете писать, я буду слушать и потихонечку отвечать. Спасибо большое, до свидания. Продолжение следует...